Раскрытие преступлений и поиск преступников, которые скрываются от следствия суда, являются основными задачами сотрудников уголовного розыска, или как сейчас называется в Казахстане, это подразделение криминальной полиции. Работа, по словам самих оперов, сложная. Зачастую преступления являются неочевидными, как, например, совершенный недавно в Кустанае грабеж. Бабушка, возвращаясь домой, к ней подходит молодой человек в состоянии алкогольного пьянения, либо наркотического пьянения, мы на тот момент еще не установили. Она подходит к ней, она из жалости дает ему на проезд около ста тенге, тут она разворачивается, заходит в подъезд, он тут же срывает с ее шею цепочку золотую и убегает. Она его не запомнила. Даже национальная злоумышленка скрыла от потерпевшей одета на его лицо медицинская маска. Не имея каких-либо примет нападавшего, полицейские неделю не могли раскрыть это преступление. Но потом, как рассказывает руководитель всех кустанайских оперов, порадовал молодой сотрудник, проявив смекалку. Что он придумал, его начальник не рассказывает, но благодаря этому подозреваемого удалось задержать. Вообще, по словам Ербола Карамсакова, сотрудники этого подразделения становятся опытными уже в течение года-двух, зачастую уделяя работе больше времени, чем личной жизни. В 8 часов ежедневно у нас проводится планерка. По нераскрытым преступлениям разбираемся полностью по нераскрытым преступлениям, ставим задачи оперативным работникам, они получают задачу, дальше работают, отрабатывают. Вечером заслушиваем по этим преступлениям. Потом те преступления, которые раскрыли, доказательная база и виновных лиц привлекаем к ответственности. Сейчас на 15 микрозонах, на которые разделен кустанай, работают 75 оперативных сотрудников. За месяц каждый из них регистрируют в среднем по 40-45 преступлений, то есть почти по полтора в сутки. И на раскрытие их уходят, бывает, и не по 8 часов. Все в зависимости от преступлений. Смотря какие резонансы, нерезонансы преступления, если падают, регистрируются, грубо говоря, совершаются резонансы преступлений, мы вообще домой не уходим. Постоянно находимся на работе, на службе, и, соответственно, за это идет у нас надбавка 10% толщиному окладу. Остальные надбавки и поощрения оперативникам достаются только по праздникам. Например, в честь 102-й годовщины образования службы были отмечены руководством Департамента полиции Кустанайской области 80 сотрудников и ветеранов розыска. Некоторые из них получили благодарственные письма, грамоты и даже медали. Диара Ахмечен, Виталий Луговской, РТН.